Матчевая встреча России против мира Матчевая встреча России против мира Ваш бой такой, что если бы он проходил в каком-то российском промоушене, он мог бы возглавить и собрал бы очень много людей. Какие от этого может ощущение, что он был в ранних прелимах, а что даже не в главном карте? В принципе, я думаю, что мы будем повыше, потому что именно из-за Рустама. У человека 12 боев в UFC с топовыми соперниками. В принципе, такое решение UFC, потому что я проводил главный бой при Лимов, хотя мы были оба дебютанты. Поэтому я тут уже, мне кажется, логики я не пойму. В организации есть свое видение, и поэтому у нас так бы и поставили. Но мне наоборот в плюс, что мы деремся не в самом конце или ближе к концу, потому что я люблю подраться где-нибудь в середине и все. Потому что долгое ожидание, когда ты видишь, из раздевалки уходят люди, приходят уже все расслабленные. Для них это все закончилось, наконец-то подрались. Это наоборот тебя напрягает. Поэтому лучше в серединке, да, самое идеальное. Вот у нас шестой бой, это прям то, что доктор прописал, я рад. А скажи вообще, как проходило соглашение о бое с Рустамом? Ну, мне позвонил менеджер, сказал, есть вариант подраться с Рустамом Хабиловым, надо ответить в течение дня. Я этим же вечером сказал, да, я готов, я пообщался с своей командой, и мы решили, что надо рисковать. А вот вы, наверное, с тренерским стабом уже изучили Рустама. Что скажешь о его технике? Может, какие-то слабые стороны вы уже выявили у него? Ну, Рустама я, в принципе, без объявления боя уже знал его стиль, потому что, в принципе, я как любитель боев, любитель UFC, я следил за карьерой Рустама. Вот, и поэтому я, в принципе, знал, что мне ожидать. Есть, ну, называть конкретно мне сильные, слабые стороны, наверное, так неправильно будет. Но, в принципе, я вижу, что моя ударная техника лучше, моя борьба хуже, поэтому победит тот, кто получится навязать свой стиль. Ну, будем работать над этим. Тут именно победит психология, и кто навяжет, а кто подстроится. Так что будем делать свое. Спасибо, Сергей, тебе удачи. Расскажи, как тебе новая веселая категория? Как тренируешься, как готовишься? В 7-7 я себя чувствую намного лучше. Я могу, вот, в последние дни у меня осталось несколько килограммов, и я могу себе позволить выпить кисель на обед. И после вечерних тренировок, я даже думаю, я сделаю такой легкий ужин. В общем, все подходит отлично. Расскажи о тренировках в Таиланде. Мы видим с тобой целая команда. Как вы... Ну, расскажи о том, как ты вырос, как боец. Например, сейчас бойцы, как бы, ну, бывает, что тренируются поодиночке, а потом как-то как они приходят к тому, что нужна целая команда таких экспертов. Ну, я уже долгие годы в профессиональном спорте, и я, например, понял, что мне нужен рядом тот же врач, тот же диетолог, тот же тренер по борьбе, там тот же тренер по ударке. Поэтому и не только, и даже просто друзья рядом. Поэтому ты как-то со временем, если это у тебя нету сейчас, со временем это все равно в этом спорте сформируешь себе команду. И вообще, это очень много, чем их не было. А не бывает такого, что когда, если слишком много людей рядом, то это как-то мешает, это как-то отталкивает? Бывает тогда тяжело, когда много людей, и они все там настигают, там не понимают, что тебе нужно отдыхать в это время. Просто люди, которые, наоборот, наоборот тебя загружают. А тут нет, тут же все близкие, все понимают все. Когда нужно тебе отдыхать, тебя не отвлекает никто. Когда нужно тебе потренироваться, тебе помогают там с вещами, там, с чем нужно, в общем, со всем. Поэтому, наоборот, команда должна тебя всегда поддерживать, помогать, а не наоборот делать хуже тебя. Расскажи, кто будет в твоем углу. Мы знаем, что из Таиланда приехал твой тренер по борьбе. Будет ли Абдул Манаб Нурмагомедов? Да, будет Фрэнк Хикман, он из Америки, он тренирует в Таиланде. Я там в их лагере тренировался, и он тоже прилетел на мой бой. Он будет в углу, будет Али Ахмедов. И я пока записал Ислама Махачева тоже, он будет в углу. Но если, конечно, Абдул Манаб, я еще не видел ее, если он придет, скажет, конечно, он будет у меня в углу. А ты наверняка смотрел бой Масвидаля против Диеза. Вообще, как его оценишь? Да, хороший бой был. Нормальная рубня была, но Диез чуть не тянул. Масвидаль был чуть лучше. Интересно было посмотреть, конечно, если бы был четвертый, пятый раунд. Потому что Диез хорошо дышит, может, там бой мог поменяться. А так хороший бой получился. А как ты оцениваешь Масвидаля сейчас в его нынешней форме и тогда, когда он выступал с тобой? Ну, Масвидаль всегда был хорош. Просто 77 килограмм, как мы видим, ему подошло больше. Поэтому он чуть стал крепче, чуть стал выносливее. Мне кажется, 77 ему больше подошло. Как оценишь своего соперника Сергея Хандошко? Крепкий парень, хороший ударник. Старается сам тоже, нет-нет, проходить ноги, делать подхваты. Интересно боится, будет хороший бой. Тебе удачи, Рустам. Саламу алейкум, Рамазан. Ты не первый раз уже выступаешь в России, в UFC. Расскажи, как тебе родная публика не давит, помогает или, может, мешает настроиться на бой? Да, у меня всегда здесь были большие бои. В Москве, Питере. Наоборот, все приятно, что в своих родных сценах выступаешь, своя родная публика и все поддерживаешь. Это, наоборот, приятно. Многие отмечают, что у тебя очень серьезный соперник. Он проводил бои с хорошими бойцами. Как вообще его оценишь? Смотрел ли вы его бои? В принципе, плохих, я думаю, нет. Да, этот соперник такой опытный, хороший боец. Ну, я во всем старался усовершенствоваться, во всем готов. Надо его во всем просто выиграть и все. Какого представлять Россию на международном турнире в своей стране? Это ответственность. Надо ответственность подойти к этому. Очень много будет людей болеть за меня. И я из-за этого, возможно, буду меньше рисковать, меньше каких-то действий делать, очень много думать. У меня еще последний бой, первый бой в UFC и последний в карьере. Вот он был, я проиграл его. Я его проиграл. И это тоже будет давить то, что не хотелось бы второе поражение. Но все равно, думаю, показать зрелищный бой, выиграть его на всю волю Всевышнего. И, иншалай, победа за нами. А твой дебют в UFC немного не удался. Расскажи, какие-то уроки вынес с этого боя. И как подготовился к этому? Первый урок, что всегда нужно быть готовым. Я выходил на замену, но общее состояние было у меня плохое. Общее подготовленное, физическое состояние. Второй урок, что нельзя быть слишком уверенным в себе. Я его вырубил, я его хотел вырубить. Хотел досрочно финишировать его. И старался, много сил на это потратил. У тебя довольно опытный соперник. Изучали ли вы его с тренерским штабом? И что вообще думаешь о нем? Да, с тренером смотрели его бои, изучали. Но, мне кажется, сколько не изучает соперника во время боя, надо быстренько, быстро переходить. Он может по-другому себя повести. Но, в общем, он очень опытный. Очень много бьется в UFC. Мне кажется, у него не будет никаких. Он будет схлотнокровен. Будет все рассчитывать. А я амбициозный молодой боец. Я надеюсь, выиграть его своим характером, молодостью взять, знаете, силами. Если я не ошибаюсь, ты из Питера. Расскажи, много людей приехало тебя поддержать? Пока приехали только мои секунданты. Но, надеюсь, приедут больше. Уже есть люди, которые купили билеты. Мои друзья. Приедут родные из Дагестана. Отец должен прилететь. Братья, дядя все. Где поддержка, думаю, будет хорошая. И так в России будет поддержка. Так как я свой, мне кажется, поддержки будет очень много. Расскажи, как прошла подготовка, где готовился? Подготовка прошла хорошо, альхамдуляя. Тренировался в Горце с братьями нашими, друзьями. Все помогали, поддерживали. Все четко, я думаю, нормально. Ты два предыдущих своих боя провел в ПФЛ. Первый сезон я слетел с весогонки. И там очень короткий промежуток был между боями. И там очень было тяжело. Потому что после каждого боя у меня вес становился все больше и больше. И было уже тяжело гонять. И вот как дошел до плей-офф, просто вес не уходил. Гормональный сбой. В общем, очень много больших были проблемы. Долго восстанавливался. И уже готовился на второй сезон, получается, ПФЛ. И уже готовился на 93 килограмм. 84 убрали, готовился на 93 килограмм. И там такой момент возник, что я мог встретиться прямо во втором же бою либо с Базигит Атайовым, либо со своими друзьями. Ну, Рашидом Юсуповым, имеется в виду. Поэтому как-то мы пообщались с Резваном. Он сказал, может, ты сделаешь переход в UFC, чем со своими драться. Я говорю, да, конечно. И в общем, так и произошло все. Получился переход. Что вообще скажешь об организации? Ты выступал два боя в ПФЛ. Сейчас выступаешь в UFC. Для тебя, как для бойца, как для тебя все организовано? В организаторстве, конечно, UFC – это уровень, само собой. Ну и ПФЛ, да, набирал обороты. Я бы сказал, неплохо тоже. Тот, кто... Ну, для любого бойца было неплохо. Просто вот, я думаю, в мелочах вопрос. В мелочах и, может, для кого-то в деньгах, может быть. Так, в общем... Вообще, боец, я думаю, который хочет биться на уровне, я думаю, он приоритетом должен смотреть, как на UFC, потому что UFC – это как уже Олимпиада, как не как вершина. Вот я даже разговаривал, разговаривал с Базигитом, он, кстати, намеревается, ты только не выкладывай, а то ПФЛ узнает. В общем, он тоже пытается, да, думает перейти, если что, да. Не, ну, он говорил, если будет такой шанс, он тоже хочет проявить себя в UFC. Один из зарубежных источников, ну, тебя называют по статистике, ну, лучшим дагестанцем за рубежом. И, по слухам, UFC уже отказывается от подписания дагестанцев. А если взять, каково это быть последним дагестанцем в UFC? Знаешь, да, есть такой момент. Я не знаю, с чем это связано, почему они хотят подписывать не только с Дагестана, они, по-моему, вообще с России не хотят подписывать, как мне, ну, по слухам. Дошло, я думаю, я думаю, все связано, наверное, с затратами на каждого бойца из России, и то, что они не показывают такого шоу, как, допустим, это делают американцы. Все с этого. А то, что я там, меня они считают в рейтинге, я бы сказал, это, наверное, скорее всего, потому что последние мои 5, 4-5 боев, они были, я провел их в Америке, за океаном, и провел их достаточно так, ну, неплохо. Я думаю, все от этого. Они, боец, который, допустим, бьется в России неплохо, и боец, который бьется неплохо там, а за рубежом, они будут рассматривать того бойца больше, потому что они как-то не смотрят, ну, как-то особо в рейтингах не смотрят тех, кто набивает рекорды в России. А что скажешь вообще о сопернике своем? У него большинство боев проведено сабмишином. Вы как-то рассматривали этот момент с тренинским штабом? Да, есть такой момент, он черный пояс бразильского джиу-джитсу, я бы сказал, выступал, я, я, как-то мне говорили, он то, что раньше и боролся по джиу-джитсу, но очень такой крепкий соперник, выносливый, я бы сказал, да, просматривал, он и Виктора Немкова, кстати, задушил, был такой поединок, вроде бы проигрывал в одну калитку, но в конце умудрился взять и засамбитить. Я думаю, да, ну, нелегкий бой будет, я сам жду тяжелого боя, готов. Как считаешь, чё джиу-джитсу или борьба будет сильнее? Ну, я, как коричневый пояс, а он, как черный пояс, посмотрим, может, получится черного пояса засамбитить, посмотрю. По ситуации. Естественно, у меня есть желание закончить бой с помощью, там, ударной техники, накрутировать его, но мы посмотрим, как пройдет поединок, насколько он крепкий, насколько буду крепкий я, насколько, вообще, в принципе, он выносливый, сможет ли он добраться до самого финала поединка. Но, в целом, то, что он приехал сюда на коротком давлении, то, что он мотивирован на поединок, это радует, потому что все болельщики видят очень хороший бой. Расскажи, как себя чувствуешь, как тебе второй турнир в Москве? Чувствую себя хорошо. Турнир, как обычно, та же самая обстановка, как и в Америке, как и везде. Много пресса, сегодня медиа-день, такой тяжелый день для бойцов, потому что завтра у них взвешивание. Давай поговорим о Абубакаре, человеке своей команды. Мы видели его на открытой тренировке, он как-то закрыто, что ли, выглядит. Как он готов к бою и как у него проходит вообще подготовка? К бою готов. Вчера на открытой тренировке он там чуть был напряженный. Я у него спрашиваю, что за суета, почему такой напряженный. Он говорит, что непривычная обстановка. Раньше, когда дрался в ПФЛ, было поменьше народу на открытых тренировках. Такого еще не ощущал. Насколько вообще на него давит эта публика, то, что на нем сейчас большой интерес публики? Я не знаю, как давит, но у него есть уже опыт выступлений за рубежом. Он довольно большой опыт в ММА у него. Это не должно сказаться. Я думаю, он уже профессионал, должен с этим справиться. Расскажи, кто будет сидеть у него в углу? В углу у него будет Абдул Манаб, наш тренер Нурмагомедов, Хавер Мендес и Хабиб Нурмагомедов. Расскажи о своей карьере. Когда планируешь вернуться? Так-то я планирую вернуться в январе. Ну, ближайший это будет январь. А если так, кого-то предложат из топов и скажут, что надо подождать в февраль или в март, я подумаю, подожду с кем-нибудь, чтобы из топов подраться. Январь – это 18-й, тот же турнир, на котором хочет биться Конор? Нет, именно дату мы не обговаривали, а так, почему бы и нет. Можно и там подраться. У тебя в интернете со многими бойцами происходят перепалки. Это и с Кевином, или с Диланом Деннисом. Вообще, тебе самому с кем бы хотелось подраться? Ну, с кем у меня перепалки, вот с ними и хотелось бы подраться. А так, ничего личного, просто хочу драться. Как тебе вообще Кевин Ли, его последний бой? Он, правда, очень быстро закончился. Да, мне было бы очень интересно посмотреть, ну, хоть два раунда этого боя. Просто не там в плане того, что Кевин Ли мог проиграть, а просто такой очень конкурентный бой. И соперник был хороший от этого парня. Бои смотрел до этого, думал, как он себя покажет стопами. Но, к сожалению, не получилось посмотреть, а так Кевин выступил хорошо. Закончил бой в первом раунде. После боя он говорил, что хочет выступить в России. Думаешь, он не вправду этого хочет? Не знаю, насколько это правда, но я не думаю, что он горит таким большим желанием приехать сюда. Он говорит, что подерется со мной в России. Если он хочет, я буду только рад. А для меня нет такой большой разницы, где с ним подраться. Я готов с ним драться в любом месте. Спасибо. 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 Спасибо.